Дорогие друзья, новый выпуск Лока Ликс и сегодня гость Виталий Лисакович. Начинаю тебе. Давай интервью, давай то, давай это, давай это. А что, о чем говорить? Ребят, я пришел, о чем мы будем говорить? Ты не думал, что ты же бунтарь? Одинаковый характер, 100%. Все тебя назвали диким именно вне поля? 100%. И 100%, и я уверен, 100%. Так, если игра, все, 300%. Виталий гость очень и очень долгожданный, честно. За все время наших программ болельщики Чорлука так не ждали, Жоу Марио так не ждали, Хеведеса так не ждали, как Виталия Лисаковича. Ты сам можешь объяснить вот такой повышенный интерес к своей персоне среди наших болельщиков? Я думаю, ты не можешь его не ощущать. Не знаю, всем спасибо, во-первых, за поддержку, за все, а так, без понятия. Молодой, горячий, наверное, только так. Молодых у нас много, но вот именно тебя ждут, тебя называют дикий лис, и только-только так. Ты сам себя считаешь диким? Во-первых, дикий на поле или за пределами поля, не знаю. Мне кажется, за пределами поля я спокойный. Ну, как по мне. Я с вами полностью согласен. Не, просто вообще по жизни у меня только был футбол. Не знаю, само детство, это может в крови, не знаю как. Но у меня только был футбол, больше ничего. При этом, когда ты перешел в локомотив, я изучил прессу, мнение болельщиков, все тебя назвали диким именно вне поля. То есть ты мог после какого-то матча сломать стену, руку. Сейчас я нахожу тебя очень спокойным. Ты изменился или я просто не вижу то, что происходит в номере? Я злюсь, когда проигрываю. Ну, я никогда не проигрываю. Я от проигрыша могу научиться чему-то, но иногда злость берет вверх. Раньше. Сейчас может быть все по-другому. Не знаю, как-то семья как-то, не знаю, повзрослела, резко повзрослела, потому что появилась семья, появился ребенок, и из-за этого только так. А раньше, да, могло быть такое. Там мог подраться с кем-то или еще, ну. Был злой. Реально, злость была вообще. Мозг просто был затуманен. Просто, не знаю, некоторые только люди могли на это повлиять. Там родные, там друзья, там в команде, кто я с кем хорошо общался. А так... Сейчас ты научил за себя контролировать? Да, 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 сто процентов. Сто процентов. Так более спокойно я сейчас. Да, абсолютно. Вообще спокойно. Ну, я... Ну, иногда у тебя взгляд такой, прям вот, хочется отойти после какого-то эпизода, я прям это ощущаю, да. Но ты себя контролируешь, ты себя переключаешь. Да, да, сейчас да. Как ты научился? Какие-то медитации, не знаю, разговоры? Не, не медитации, не знаю. Мне кажется, что все, дочь поменяла. Просто все. Я не знал, как это ты ходишь. Ты молодой, у тебя ничего нет, у тебя нет ответственности, ты только за себя отвечаешь. Ты, там, я не знаю, можешь пойти прыгать, там, со скал в воду, там, я не знаю, дрифтовать, там, ну, все, что угодно делать. Ну, сейчас у тебя еще контракт. А сейчас, ну, я просто говорю, а сейчас, нет, типа, ты уже отвечаешь за семью, за ребенка, и ты папа, и я так, спокойно. Я теперь думаю обязательно так. Если что-то случится, значит, я буду виноват не только перед собой, но и перед своим ребенком. Но перед рождением дочери, у тебя изменилось само рождение, или ты еще до как-то подумал, что это может тебе помочь? Да, 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 может, я думал об этом, но все равно как-то. Когда это произошло, уже это не поменять, не вернуть это назад. Это уже оно произошло, и все, и я все сразу успокоился, и я все, я люблю, дочь свою безумно люблю вообще. Я все готов сделать ради нее. Твоя жена Полина где-то в интервью сказала, что она тоже вспыльчивая, что в этом вы похожи. Она тоже повзрослела с рождением дочери? Не знаю. Ну, не так сильно она вспыльчивая. Она более такая спокойная, но мы иногда с ней там можем. Мы, у нас похож характер, мы так быстро сошлись с ней, потому что характер у нее у меня похож. Очень. Типа, мы там можем поругаться, допустим, там что-то где-то перетрем, и все. За пять минут, типа, все спокойно. Нет у нас такого, типа, что кто-то будет неделю обижаться, там надо, ну, цветы обязательно надо, подарки надо, это все. Но у нас нет, у нас проехал за пять минут. Типа, у нас характеры одинаковые, из-за этого мы сошлись. Говорю, если бы, может быть, характеры были другие, не были бы вместе. Но я думаю, что характер это, я думаю, в наших отношениях важно было. У тебя детство было непростое, ты родился в Минске, потом тебя воспитывали бабушка, дедушка, ты жил в 70 километрах от столицы, у тебя было два брата, все выиграли в футбол. Я так понял, что ты много времени проводил так вот, на улице, как настоящий такой пацан. Самое лучшее время моей жизни. Серьезно. Да. Ну, я не беру семью, а вот образно говорю, ну, вообще у каждого человека детство это самый лучший период. Но у меня это было, это что-то. Я каждый день с братьями всегда, везде, там, не знаю, с утра, просто в 9 утра ты встаешь и пошел друзей собираешь, и футбол, на речку, там, ну, у нас город маленький был, знаешь, городок маленький, 10-15 тысяч, и тебя друг друга все знают, и ты утром встал, вечером пришел, все, тебя целый день нету. Где был, что был, начинаешь это, а ты маленький был еще, там, бабушка с дедушкой иногда боялись, куда на речку там сходить, и лишь там, их трясет же, они все равно волнуются шумы. Ладно, мы по годке, считай, даже по полтора, там, и ладно, мне там 10, а, допустим, брату 8 и еще 6. Угу. Ну, уже 10 и 6, это уже большая разница, и много было случаев, это, наверное, тоже Боженька берег, там, очень много там, на речку пойдем, а ты же приходишь, я не знаю, как они это делают. Я сейчас это понимаю, типа, когда обман, типа, ты были на речке? Нет. Ну, нет, и все, типа, ты говоришь, нет, она же знает все равно правду. Она всегда, бабушка всегда, она знала правду. Как бы ты ни, где-то ты ни врал, там, допустим, это не я, это он, и она говорит, нет, типа, но она всегда воспитывала, типа, скажи лучше правду сейчас. Я помню, я как-то мог, там, знаешь, ей, там съелить, там съелить, а в один момент, я просто, ну, все равно, переверя рос, чем братья свои, и в один момент просто стал говорить правду, типа. Я говорил правду, правду и видел, что, допустим, меня меньше там ругали, что я скажу правду, чем я совру, и я тоже, там, братья, мы говорим. Ну, у меня так же было, я до последнего сопротивлялся, но в итоге, да, понял, что так лучше. Да, да, я говорю, типа, скажи просто правду. Ну, допустим, там, не знаю, пошел без спроса на речку образно, скажи правду, что был, типа. Он говорит, я не был, а я ему говорю, типа, говори, говори, ну, намекаю, и он говорит, да, и она такая, ну, вот, видишь, молодец иногда. Ну, так было, ну, интересно. Виталий, при всех твоих вот психозах во время твоей карьеры раньше в Беларуси, о чем я читал, при этом все равно все сходились во мнении, что ты как человек с точки зрения ценностей очень-очень достойный. Ну, то есть где-то по-юношески не сдерживаешь себя, но нету претензий к тебе, как человеку. Вот эти все ценности бабушка, да, в себя вложила? Да, и дедушка, это сто процентов. Во-первых, тяжело. Я не знаю, как жить это с родителями, когда есть мама, папа, я не знаю это, но мне заменили бабушка и дедушка их, и они все меня воспитали полностью. Доброта, вообще все, полностью, все они вложили. Футбол тоже вложили? Футбол, я приехал к ним, знаешь, как было, а сам футбол был. То есть не было такого, что дедушка тебя научил, там, что... Это гены. Знаешь, у меня как бы псевдоотец играл в футбол, и даже с кем я, с него друзья, у меня много друзей его возраста, говорили, что он очень хорошо играл. Ну, и у меня дед говорил, типа, я на воротах стоял, говорит. Ну, он на любительском, да, больше? Да, 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 так рассказывал, потому что он говорит, вот я не понимаю, говорит, вот 30 метров до ворот, он говорит, я не понимаю, зачем ты ставишь стенку 4 игрока. Говорит, я когда стоял, я не ставил вообще стенку, говорит, я никто не мог забить. Ну, видимо, поэтому на любительском, да? И дальше рассказывал, так, Игорь, хорошо, хорошо, говорю, пускай пробьете. Вот Роналдо, когда мяч нам летит, так, Игорь, пускай, там кто-то еще, Роберто Карлос, прикиньте, я пробил без стенки, типа. Они со стенкой забивают, а тебе без стенки бить будут. И так мы все время шутим. Ну, я думаю, что у тебя в городе узда, правильно? Да, да, да. Все-таки условия вряд ли были какие-то сумасшедшие, с точки зрения футбольного завода. Один стадион был. И школьная. График был просто. Ты утром проснулся, пошел на стадион, поиграл на речку, загорел, опять пришел на стадион, опять на речку, день закончился. Десять часов играл просто в футбол. Просто везде. После школы в футбол. Приходил костюм, колени, все. Я помню, мы уже восьмой был, седьмой класс. У меня друг там был, Саня Лиходевский, в школе. В одном классе учились. Я с ним, и мы, допустим, брали там даже десять, ну, девятый класс, и вдвоем могли там против десятерых играть. Конечно, пять минут была игра. Ты туда-обратно сбегал, все, финиш. Один-долю у нас, допустим, мы одну атаку сделали, забили. И встали. Все, игра закончилась. Все, мы выиграли, и уходим. Прикалывались так, и всегда прикалывались. То есть, я так понимаю, что у тебя футбольное образование по бразильской системе, что ты все время просто в мяч играешь на улице, да? Всегда, всегда, везде. Вот я пришел во двор, вот, помню, я как пришел первый раз к бабушке, и все, я вышел, и все, футбол. Всегда футбол во дворе был. Я не мог представить, типа, как моя жизнь будет без футбола. В школе футбол, я даже просто на пельмени искал мяч, вот этот раньше, когда делали, знаешь, бумагу, скотч вот это, тоже с ним играли. Везде играли в футбол, везде, где можно было. Ну, то есть, правильно сказать, что ты самобытный, абсолютный игрок. Да. И вот эту свою самобытность очень многие, я так понимаю, по ходу твоей карьеры не могли вот в нужное русло, в нужном русле как-то применить, да, в команде. Сергей Ташуев, твой бывший тренер Шахтера, при том, что при нем ты хорошо играл, правильно же я говорю? Да, да. Он говорит о том, что ты игрок, который импровизирует, и он не позавидует тому тренеру, который будет пытаться встроить тебя в систему. Ну, а мне кажется, что все-таки, играя уже в российской премьер-лиге, уже в клубе уровня Лиги Чемпионов, все равно гей-система, ты должен ее принимать и уважать. Вот для тебя вот это перестроение, ты его ощутил на себе? Да. Я ощутил, наверное, когда я был в Хорватии. Потому что я понял, как это тяжело, когда ты легионер, когда ты приходишь, ты, в первую очередь, ты все равно чужой человек. Допустим, в Россию тут обычно мы похожи, белорусы, все русские, знаешь, и язык одинаковый, ты можешь спросить, что тебе надо помочь, а там совсем по-другому. Язык надо учить, ты другой. Время проходит, ты что-то понимаешь, но все равно ты не можешь просто спросить что-то, помощи какой-то попросить, потому что языка просто хорватского не знаешь. И из-за этого я почувствовал, как это тяжело быть легионером. Еще три команды успел сменить. Да, да, да. И я понял, как это тяжело, и как-то, не знаю, поменялось мнение обо всем. Ну и почему вообще Хорватия, это какой-то странный маршрут? Не знаю, так получилось. Вообще спонтанно было. Ну тебе пришел агент и сказал, есть вариант уехать в Хорватию. Сказал Личеву, да, или как это было? Да, так и было. Была Динамо Загреб команда, вторая, и сказали просто давай в аренду, типа на полгода. Я сказал, да, окей, без проблем. Ну, потому что я знал, вообще в Хорватии знал футбол, и ну, мне интересно было. Я смотрел там и игроков, сколько в Хорватии. Ну там молодых умеют взращивать, да. Просто вообще там, это первое у них, что надо. И я, да, я сказал, конечно, окей. И я пошел туда в команду и играл в Хава. А ты ушел туда, кого играл? Право. Право полузащитника, да. Это не твоя позиция? Нет, нет. Я не знаю, почему так. Я в трех клубах был в Хорватии, и в трех клубах я играл в полузащитника. Не знаю, почему. Не знаю, почему. Во-первых, у меня стиль игры, наверное, поменялся. Потому что, когда я был в Хорватии, я там мог в центре поля взять мяч, и мог поехать на троих, там, знаешь, и потерять, и так. Знаешь, я такой был, более дриблеры был. А сейчас, я когда был в Шахтере, я почувствовал вкус голов. И я, знаешь, так, стал просто нападающим. Ну, я в детстве играл всегда нападающим. Потом в Хорватии это изменилось? Да. Я стал там, ну, я там не знаю, сколько я играл, сыграл, не знаю, 20-25, ну, обратно. И играл правого полузащитника. И потом я перешел опять в Шахтер, и вот играл чистого форварда просто. И, знаешь, начал забивать, и я почувствовал, что... Тот тренер, который понял окончательно, что Лисакович это центральный нападающий? Вернее, Дуб. Сто процентов. И изначально с ним, вообще, в плане, как человек, он тоже, он такой, как я, по-моему, прямой. Я люблю, когда со мной прямо. Просто пришел, договорился, и все, типа, так и так, типа, не должно быть по-другому, типа. Если накосячил, тогда, ну, ты виноват. А так у нас просто было, ну, я прямо ему сказал, так и так, и мы с ним переговорили, и все. Окей, пошли работать. Не надо было ни друг другу там палки в колеса вставлять, или что, ну, типа такого. Было просто напрямую общение, и все. Ни я не скрывал, ни он не скрывал ничего. Трансформации Лисаковича как футболиста, они завершены, успешно, позиции центрального нападающего, правильно? Да, да. Ну, что? Не знаю, если... Не, ну, я думаю, что да, я буду всегда нападающим. Нет, ну, ну, какая мысль мне интересна? Ну, не знаю, мысли, не знаю. Я бы играл бы, я не знаю, я бы играл полузащитника. Если бы, если бы защитник был с тремя... Сердаме? Да. Сто процентов. Чтобы мог бегать просто за меня. Знаешь, каждый хочет так полузащитник, чтобы защитник за тобой бегал. А ты, ты имел силы, знаешь, там нападающего, это всегда такое, типа, ты должен всегда быть в концентрации. Ты должен всегда держать себя в тонусе, такое, чтобы у тебя были силы, чтобы ты в нужный момент открылся, принял, знаешь, а когда ты закислен, как ты где-то кого-то обыграешь, там даже полузащитника играть. Ты отрабатываешь, да. Это, для меня это самая тяжелая позиция вообще в плане футбола. Это полузащитник. Ты бежишь, ты отрабатываешь, помогаешь. Потом тебе надо опять бежать, обыгрывать, подавать, забивать. Ну, это очень энергозатратно. Но ты как нападающий ведешь себя очень агрессивно на поле. То есть количество вот таких индивидуальных рывков, такого прессинга, у тебя, мне кажется, судя по сборам, у тебя самое большое количество в команде. Ты все время бежишь, время орешь, там, пора, пойдем, давай, давай. То есть есть впечатление, что ты понял важность работы без мяча все-таки. Да, понял, но шутят люди то, что я вообще стою, не бегаю. Нам со стороны так не кажется, я думаю, что боречки подержат. Это просто шутят. Нет, на самом деле, да. Просто как у меня было, я вернусь тоже в Солигош, что там было просто маленькими отрезками было. Важно было открывание. 10-15 метров. Взрывы должны были быть у меня. Потому что, ну, так играло, так команда играла, во-первых, что десятка там получает мяч, и я должен был сразу взорваться, чтобы мне дали, ну, в зону, и, можно сказать, выход 1-1 и гол. Из-за этого я очень мелко начал бегать. По 10-15 метров, взрыв, 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 взрыв. И так я, ну, это с детства у меня было. Я помню тоже по детству, я всегда открывался между, 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 искал эти зоны и искал линий на уровне защитников стоял и открывался всегда в зоны. Так проще. Тебе не надо никого обыгрывать, ты просто откройся, главное в тайминг прими мяч и забегал, все. Филипп Энзаги. Это просто. Кто твой пример? На какого-то в детстве ориентировался? Не знаю. Мне, я вообще с детства болел за Манчестер Юнайтед. И у меня брат болел за Манчестер, Руслан. А средний у меня болел за Барселон. Была война. Война была. Дедушка болел за Арсенал. И у нас такая семья футбольная была. А у меня еще, знаешь, как было? У меня в детстве, ну, мы всегда играли, смотрели Арсенал и Манчестер. В Барселону в том, чтобы телевизор не показывали. Английская премьер-лига. Все, мы все время садились, все семьей, братья, бабушка, дедушка. И смотрели футбол. И как не сказала бы бабушка, кто бы не выиграл, кто бы не забил. Так случалось всегда. Если она скажет, что Манчестер проиграет, я не смотрел футбол. Я уходил на улицу. Я приходил, и они проигрывали. Игрел зачем? Специально. Я уже потом до футбола. И это, типа, сегодня надо сказать так. Вы должны сегодня выиграть. А существование букмекерской конторы вы тогда не знали? И так, знаешь, и так. Война была, я помню. Барселона мы вдвоем. И Дима за Барселону, а мы вдвоем за Манчестер. Всегда война была. Нет, то. Помню финал Лиги Чемпионов. Когда Барса два раза обыграла. Там, как мы с Рутелем, там. А, был момент, когда при 1-0, когда Барселона вела, тогда Руни забил в финале. Мы с Русланом так радовали, шел. Я Минус даже нечаянно разбил. Круто была. Вот говорит, ничего, брат, все, мы... А мы, Барселону, просто была сумасшедшая команда. Ну, не возможно. Вообще, ну, финал был. Я знал, что мы в финале. Я говорил, Рутель, я говорю, у нас шансов вообще нет. Вообще нет. И 1-0 Барселона забил, а мы такие, типа, сидим. Ну, забил, забил. И потом, когда забивал Манчестер, мы радовались. Такое чувство, что мы уже выиграли. Они потом еще два вкинули, и все, мы спокойно. Так, кто твой ориентир был? Руни в одни старое? Роналдо? Нет, тогда Роналдо 100%. Когда Манчестер был Роналдо 100%. Он не был центральным нападающим? Нет, я не... Я как-то по детству так играл. Знаешь, в команде тащил просто. Брал там, можете спросить у тренеров молодежи. Типа, может, это просто Бог дал. Природа дала, что я футбол так играл. То есть, я там по молодежи по 3-5 забивал, по 6 просто за 10 минут. Ну, просто, что я выше, блин, не знаю. Природа дала мне, я так сильно футбол играл. Я там брал, там брал, там брал и играл. А не знаю, кумир, не знаю. Болел за Манчестера, мне вся команда Манчестера нравилась. Не воспринимал Месси никогда в жизни. Это все, это знаешь, как фанаты Роналдо и Месси. И так. И потом, когда Роналдо ушел, все, для меня кумира не стало. Я стал все... Для меня был Руни номер один, все. Для меня был Руни. Мне еще нравился Луишнани. Типа, псевдо должен был заменить его, но что-то ничего не получилось. И все, для меня был Руни. Вообще, в принципе, он такой работяга. Чисто... Руни дала команду. Как он трансформировался, по ходу карьеры. Просто сердце команды. Такой чистый капитан, такой лидер просто. И все, для меня только Руни, и все. Это мой рост, а вот же он уставший, самый человек. Браво, браво, так надо. Библика, 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 библика. Библика, библика, библика. Библика, библика, библика. Питай сразу, лопты. Это команда индийская. У меня датчик сломался. Я хочу вспомнить слова Александра Глеба, который сказал, что тебе не хватает лидерских качеств. И вообще, я почитал, что какая-то критика, она присутствует. Ну, когда ты еще играл. И при том, что в моем понимании, я не хочу обидеть белорусский футбол, но талантов все равно такого уровня, ну, там, не знаю, их нет, их мало. Ну, вот что-то где-то между, правда. То есть, это что? Это к тебе просто повышенное внимание и хотят, чтобы ты действительно вот реализовал свой потенциал? Ты это ощущаешь, какое-то давление? Ну, или надежду? Как ты это чувствуешь? Никак. Вообще никак? Ну, я помогаю, я талант. У нас много. Я скажу, что у нас в Беларуси просто много людей талантливых в плане футбола. Просто им надо помогать, это раз. А во-вторых, лидерские качества, ну, я стараюсь, я играю, я выхожу, я с командой, я за сборную играю. Ну, как я? Что мне сделать? Взять мяч, там, десятерых обвести или как лидерские качества? Да, мы, у нас команда так, у нас нету там кто-то так, кто-то по одному, у нас сборная так. Я со всеми много Солигорска вызывается, там, да я полностью, в принципе, всю сборную знаю, и у нас, как бы, каждый человек, это лидер команды. Один кто-то скажет, второй, третий, четвертый, давайте, парни, так. У нас нет, кто-то будет один, кто там встанет и будет. Нет, у нас все лидеры, у нас, мы стараемся так, чтобы каждый кто-то что-то говорил, чтобы кто-то, знаешь, пользу какую-то приносил команде. Нет, у нас там кто-то, один там станет, капитаном начнет. У нас, как бы, все так. Шахтер же чемпионом стал. Да, я рад. Ты следил? Я помню, у нас у самих матч начинался в то время, когда... Да, следил, 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 я знаю. Да, у нас был матч тогда, и у них был матч. Я следил, я очень рад. Вклад я тоже какой-то... Чувствуешь себя чемпионом полноценным? Ну, знаешь, как-то, как сказать, не то все равно. Ты провел полсезона и ушел. Команда все равно сама доигрывала, но я все равно... Я рад за парней, потому что там... Я много лет провел в Солигорске, и ни разу мы чемпионами не становились. И в плане вообще за город, и за клуб, и у меня там друзей много, я очень рад за них, что чемпионами. Они столько ждали этого. Столько город ждал эту победу, это фанаты ждали. И ботэ, 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 ботэ. Все время, сколько был в Солигорске, был ботэ, 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 ботэ. И вот, настал. Ты не жалеешь, что он там не подождал золотой мизажей? Не-не-не-не. Я знал, так будет. Я когда уходил, я сразу сказал, они станут чемпионами. И это все дела во мне. И шутил. И сто процентов. Я был уверен, сто процентов. Не знаю, команда была сильная, играли вообще просто. Мы очень хорошо. У тебя бабушки, да, прогнозы? Не-не, сразу сказал, что станут чемпионами сто процентов. Без этого никак. А то, что ты уйдешь, ты знал? Да. За сколько времени? Шот не соврать. Я когда узнал еще, я туров 10, наверное, играл за клуб. Ты уже, ты уже, именно, да, я знал, что есть интерес. Да, я знал, что есть интерес. И мне все, типа, ну, так, честно скажу, что не хотели говорить. И мне просто один человек сказал, что есть интерес. и он говорит, типа, не хотят говорить, что ты сейчас, типа, забьешь, не начнешь играть, там, перестанешь играть, там, все, будешь мечтать. А у меня наоборот, это, типа, следят, значит, надо им дать повод, чтобы они меня взяли. И я стал еще лучше играть. То есть, ты здесь умеешь, как бы, не следить, а наоборот. Да, 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 ну, конечно, а как это? Ну, есть интерес, это же не сто процентов. Надо им помочь тогда, чтобы, ну, какой-то интерес появился, чтобы начался. моменты, могут наоборот, поддаться эмоциям. Я просто знал, типа, и все. Ну, интерес есть, и... Ты сам удивился? То есть, играя себя... Вот, играя, ты оценивал себя по уровню, какому, да? Да, всегда было... Нет, как бы, я... Ну, то есть, ты ждал предложения, условно, от Тульского арсенала, Лоландского арсенала, локомотива, как ты себя оценивал? На что-то ориентировался? Всегда мечтал просто играть в хорошей команде. У меня всегда стремление к этому. И каждый сезон, каждый... Каждый сезон, когда начинался, я все ставил себе цель, что надо забить, там, не знаю, 10-15 голов, чтобы пойти так, по ступеньке. Не может быть так. Нет, есть у некоторых игроков, ты играешь, а потом выстрелил. Я думал, что по ступеньке так, пойду и пойду, и пойду, и пойду. Я был очень рад, когда я услышал там, что есть интерес, и я говорю, хорошо. Я говорил просто, хорошо, и все. Увидим, как будет, типа. Я играю тебе. И все, я играл, 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 и потом, все. Поступило официальное предложение от Локомотива. Когда я говорил... Я смотрел, перебью, извини. Я смотрел матчи, когда рассказали, я тоже смотрел матчи, Локомотивы, знаешь, тоже интересно стало, как они играют, какие игроки, что они... Я болел, я помню игру с ЦСКА, когда там... Когда мы пороли за Легой чемпионов. Да, 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 за второе место. Да. Я помню, очень не помню эту игру. Там, в пенальти, по-моему, в 90-е. Да, 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 да. Я радовался тоже. Я уже был душой где-то там, но я все-таки, я думал, что я должен как-то все равно туда попасть. Я все равно как бы радовался за них, такое чувство, как за свою родную команду. Серьезно, все семьи сидели, смотрели, локомотив. Ты... Ну, у тебя вообще были какие-то проблемы с осознанием, что ты перешел в клуб Лиги чемпионов? Я был очень рад, потому что это шанс, это уже другая ступень. Я, кажется, может быть, даже через ступени, или, ну, к этому спрашиваю. Да, 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 что это очень большой шанс. Знаешь, клуб играет Лигу чемпионов, и ты молодой, вроде бы какой-то Беларусь пришел, знаешь, тебя никто не знает, будет давление, там, знаешь, что за игров, все-таки команда Локомотив, это огромный, ну, огромный клуб, и, знаешь, приходит в Беларусь, какой-то его никто не знает, как мы делаем трансферы, мы играем в Лигу чемпионов, и ты-ты-ты-ты-ты-ты, и, знаешь, это все давление идет, 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 но... Это ты комментарии читал, или нет? Я никогда не читал комментарии. Никогда не... Не люблю это, знаешь, это интервью, это все, кому-то что-то говорить, мне это неинтересно. Может, там, Полина сказать, там, и сказать где-то что-то, я нет. И я знал, что так будет, потому что звезды в команде, и приходит Беларусь, 22 года, никто не знает, знаешь, и так я думаю, ну, нет, мы должны все-таки поверить в меня, надо повод все-таки дать, чтобы меня поверили, я должен играть, там, думаю, я должен биться, типа, за свое место. Ну, не зря же меня сюда подписали, типа, не пустую, не просто так. Я должен, значит, оправдать доверие свое, вообще-то, в принципе, клубу и всему остальному. Как оценишь первую часть сезона? Можно лучше. Ну, шанс все равно давал. Николич, знаешь, верил все-таки. Ты так считаешь? Ну, я считаю, да. Болельщики, наоборот, считаешь, что ты должен был больше играть? Вот мне интересно, вот, вот, твою восприятие ситуации? Больше. Не знаю, по-моему, я и так, наверное, много играл. Да, в старт мы составим, да. Ну, ничего, адаптация, но все равно, как бы, новые партнеры, надо общение все равно найти, с парнями, понять, как кто открывается, как кто играет, и, я думаю, это нормально. Ну, можно, конечно, типа, каждый игрок не против играть, всю игру, типа, без проблем, я бы играл, если бы меня ставили, я играл, но не нужно качество. Вот, когда я тебе задал вопрос о разнице в системе игры, ты больше тогда рассказал об адаптации, проблем с адаптацией в Хорватии, а я имел это другое, то есть, в Солигорске ты был лидером, ты мог взять мяч, ты мог пойти на пятерых, мог потерять, мог где-то не отработать, ну, можете позволить, примы, да. Здесь, все-таки, мне кажется, больше тактики, больше, как бы, привязать к схеме, и это вот та самая система, которая тебя, вот как игрока, индивидуально сдерживает. Без обидом не хочу, ни какой клуб, ни ничего, но просто белорусская лига, она сама по себе такая, потому что мы же актер, мы, ну, я считал, в этом сезоне, когда мы играли, это топ-1 была команда, и ты мог терять 10 мячей, и ты все равно выиграешь игру, потому что у меня отношения были со всеми, с партнерами по команде, другие, совсем, у меня уже были, как, я, ну, много знаю лет их, и, как бы, знаешь, у нас уже, как братья были, даже доверие было, они знали, что, если я потеряю мяч 1-2, то на третий раз, это будет 100% гол, и они знали, типа, да, они у меня все равно, там, говорили, давай, соберись, типа, что это, мало, давай, типа, мы знаем, как ты можешь, типа, и все равно поддерживали, не было там, могли напихать, но, не такой, у меня другой характер, всегда отвечу, потому что, как бы, мы в одной команде, не, все равно понимаю, что опытные игроки, это опытные, все равно, они, ну, футбол столько, но все равно, мы в одной команде, не должно быть такого давления, тоже, ты должен, наоборот, поддерживать молодого игрока, а в локомотиве, не знаю, надо больше, я уже, вот, я уже, я все, я понимаю, я уже со всеми подружился, и я думаю, что сейчас намного будет легче, в тысячу раз будет легче, со всеми подружился, со всеми знаком, общаюсь, там, я думаю, что намного проще будет, знаешь как я понял окончательно что ты освоился когда-то и товарищеском отчина сборах на пустые ворота посмел не отдать 34-летнему владиславу игнатьеву но это уже такая смелость которая показывает что и освоился все 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 ты перед ним там извинился там все я бы дал сто процентов но ты забил да если бы я не забил тогда были бы проблемы я согласен но я я рискнул и рискнул я забил гол и так я дам следующий раз адам стопроцент голевое чутье ты его поймал да сейчас хит-трик двухсторонки как-то это даже вот этот сваячок как бильярды двух соперников которые ты положил как будто у тебя летит и тащаешь не знаю может работа какая-то не знаю может я без честно всегда такое было не знаю я я знаю что такое голы знаешь я это для меня не ну какое-то другое ощущение я знаю что такое голове штука забивает что такое отдавать что партнеры там знаешь ты отдаешь пасы и пасы партнеры забивают я тоже радуюсь к и когда они забивают допустим потому что команда выиграла у меня команда на первом месте все равно шеи если бы надо я бы я люблю большой просто тренисы если бы надо я его пошел большой теннис один играть и под меня только зависело а тут же 11 игроков как надо друг для друга там поздавать стараться как себе даешь по чтобы ему было удобно принят там чтобы потому что это же давление совсем большой футбол большой тем как у тебя всегда защитник там на спине и те надо его принять еще отыграть обыграть там ты говоришь ты освоился узнал партнера партнер узнали тебя на схему с партнера тебя комфорт него кто будет прям чувствует вот эти твои рывки чтобы вот прямо вот в нужную ногу сейчас тоже поговорим какая у тебя нога нужна пошли не не понимали что у тебя ну обе рабочие обе основную я бы сказал не знаю кто этот игрок не знаю я хорошо с магой дружу с макеевым с куликовым с рифатом вот сейчас начал там с баррой жду когда он вернется поиграть с ним потому что произошло что я когда пришел там там это я с ним не поиграл мне нравится с антоном играть верненчиком потому что мне нравится под него всегда открываться потому что когда ты открываешься он такой узнаешь больше дриблер может пойти и иногда за счет меня он может кого-то обыграть у нас так было много ну может быть я не знаю как ему но мне я всегда стараюсь под него идти что я просто играл мини-футбол в детстве ну как просто играл на столба там спину ты то ставил все знаешь когда ты меня даешь и я просто либо сам либо тебе за счет партнера и вот он может так много делать потому что всегда подниму открывает он не дает и сам вбега от меня и знаешь как минике так я помню мы когда-то не помню с кем играли но вот в одной игре было так что у нас это пошло удобно так с ним а нагата какая-то рабочая хобби тоже я видел ты пенальти бил справа потом кто пошел главы выпадать слева и я был такой я понял османа дембеле который сейчас браслоне и могут задать вопрос вы прошли же верит прошу а почему пенальти как вы убьете левый так удобно не знаю это просто это от природы не тренировал никогда ничего просто есть сила в одной ноге есть напишешь ты какой рукой правой тут прямо четко да 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 я даже мяч погулять и кинуть ну неудобно а так многие по природе все от природы от природы это хорошо потом пошла работа эта работа позволила тебе в первом матче в лиге чемпионов выйти на замену спасти команду забить гол у меня сразу телефон обрушил многие я понимаю что такое для белоруссии у меня сразу эти телефон обрушился журналисты хотим и интервью с виталием как у нас вся страна белару забил в лиге чемпионов я тебе пишу сообщение ты пишешь но забил и забил чуть-чуть ты 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 потом все-таки осознал что это если для страны отнесся с футболе меня все равно это был гол гол для команды это был потому что мы проигрывали первым матч лиги чемпионов нас все хранили сказали что мы заняли четвертое место но все думали что мы у нас были шанс у нас больше чем кто ожидал и просто дал шанс тренинг просто сколько там 15-20 минут было выходил просто чтобы помочь команде мы проигрывали и гол плохо было что трибун кивуны были вообще пустые почти мало людей я не привык как блин ты детстве сидишь смотришь лигу чемпионов там 50 60 ты знаешь все болеют кричат когда ты дома играешь а когда мы в гостях представляешь они все молчали забивает локомотив забил я допустим мы играем 22 и у них тишина просто а мы радуемся вся команда локомотив не будет через это уникально но это классно это наоборот еще больше это больше задевает и и клуб и знаешь болельщиков что как это так но эмоции не знаю до ним не было эмоции не могу сказать какие были эмоции я был рад что мы забили что мы играем 22 шум и мы могли еще там могли проиграть и могли выиграть просто там за два был счет и один момент там там один момент 32 и это но все равно эмоции были просто что гол забил не было таких эмоций прям просто сумасшедшие там что мне потом звонили что в лиге чемпионов забил беларуста мы такое нет но хорошо это осознаешь что ты в общем-то основная надежда белорусского футбола или это громко не это громко да для меня я простой парень и просто я всегда за страну там буду помогать как чтобы все равно я мечтаю шоку не когда-то вышли там на евро на чемпионат мира такое это все равно для сборной как бы для нашей для маленькой страны это победа будет это действительно простой парень до с тобой разговариваешь надо там в любом формате камера выключится ты будешь таким же простым парнем как тебе удалось оставаться простым парнем потому что скачок мне кажется в уровне жизни действительно серьезно молодого пацана согласен так воспитание такое как когда там ну образно скажу что нету что поесть как и в чем одеться и всегда простота было для меня важно чтобы к тебе хорошо относились всегда говорили прямо я люблю таких людей кто говорит прямо поможет всегда неважно типа ты миллионер или ты простой человек типа относить просто ну просто к людям и все и те будут относиться нормально но я просто такой знаешь зажатый я это все в себе держу я на людях не такой как знаешь при своих кому я доверяю кто мне доверяет и все говорят что это плохой у меня там характер плохой и все такое но я на самом деле не такой но нельзя просто не знаю дает какая защита да это защита не должен что я это свое добро там я не буду это раздавать я дам тому кто этого заслуживает помощи и там всего остального были моменты когда тебе все-таки срывало плане ну в плане вот контракт локомотиве получил и пошел нет я думаю даже если бы я в реале подписал или в баварии все равно ну я был бы рад но нет ничего у меня мечта все равно там сто процентов семья это главное все равно буду все для семьи все братьям всего там жене все адам типа все буду чтобы все жили в достатке знаешь и всего потому что она как-то тяжело когда у тебя ничего нет и всем буду всегда помогать и и сто процентов людям всем кому надо будет помощи кто ко мне обратиться я помню ты помню братью ты бумагаешь сто процентов не а братья это все это мое все они всегда были со мной знаешь все детство со мной я не могу понять как это жить без братьев мы с ними мало общаемся ну сейчас потому что я москве не беларуси из-за этого но все равно когда приезжаю на телефоне там где-то футбол поехать давай 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 братья это все это все это семья моя без них никуда до конца жизни они тоже да это понимая играли футбол да 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 играет дима играл сейчас дима играл тоже так средне но сейчас столица играл в мини и еще мини-футбол а руслан сейчас вот он недавно подписал там вышел либо сосы случаю ну и рад надо он 18 лет для меня они знают для меня руслану если бы можно было так сделать если я допустим поменяю с ним ему дать и мой его шанс на мое место поставить руслана я бы согласился в плане футбольных качеств и я считаю что мой брат ну он просто другой амплуа но на его амплуа он играет центрального полузащитника я считаю что он просто зверь ну типа в моем понимании футбола для и брат для меня это топ футболист просто топ типа если ему помогут если ему помогут и направят то я его я вас уверяю типа потом будете смотреть это видео я вас уверяю что он будет играть и в англии в испании германии это стопроцентно сейчас он рынке ты говоришь нет он сейчас играет за высшую лику пошел выслать там тренинг там внутри не хороший там знаешь молодых будет и все я уверен сто процентах я не могу я не могу ошибиться я в него верю вообще я смотрю вот как он играет как все он тоже с обеих ног и паз даст и пробью ну не буду скажу шупан это видео не смотрел давай на сборы сейчас генеральный директор приеду ты ему скажешь посмотрели в свое время все равно и где ям я всем горю я говорю братьям типа наш иногда мы сядем и там общаемся там у меня то не получается это игру господи не волнуйтесь тип некоторые игроки 15 могут заиграть на большом уровне и так а кто-то ну а кто-то может в 30 заиграть из 30 до 35 просто ведь но играть футбол на большом уровне просто у кого-то свое время отведено типа так что вы спокойно вы терпение главное у меня терпение тоже тоже появилась когда вот солигорске был это же я когда приведены дубе когда было я первые туры не играл и меня это задевало вот этот я начал там знаешь что он не понимал как почему я тренируюсь там все делаю они играют нет и меня все время знаешь типа терпи терпи типа дадут шансы я терпел 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 и потом через полгода в локомотиве я теперь понял что такое терпение надо терпел и сейчас первую часть сезона я теперь я я ну я понял типа что не надо типа негатив этот этот не нужен тип он затуманивает мозг знаешь лучше спокойно ничего придет свое время главное шансы пять минут значит пять минут за пять минут можно и и как лимандовский он и 5 забить и шеи знаешь типа и я думаю что ничего страшного можно ли бы чемпионов выиграть и знаешь как борщик матча страны и знаешь я из-за этого так ну терплю просто дадут шанс сколько дадут типа я должен выйти и дать какую-то пользу лисакович зимы двадцать первого года сильнее лисакович лета двадцатого за эти полгода ты вырос как футболист элементального не знаю думаю да набрался знаешь посмотрел тоже все равно игроки команде тоже уровнем и учишься от них тоже знаешь и игры тоже и всего и российская премьер-лига она тоже знаешь сильнее чем белорусская все но опыта набираешься сто процентов совсем по-другому я скажу совсем по-другому играют команды защитники там все все по-другому знаешь тут все тактика все там надо выполнять что тренер скажет и должен выполнять это из этого я думаю что до сто процентов вырос плане футбола подрос да и в плане тактики где-то что-то добавил вот мотив мы в первую очередь анализируя трансферы извне когда ребята приходят там сталкиваемся с тем что пришел сформировавшийся футболист легионер но ты ведь молодой парень 98 ну и легионером тоже назвать тебя будет громко будет сказано да при том что ты мы не считаешься эти формальности регламента мы опустим но это действительно просто-напросто молодой парень как который пришел в локомотив но ты показываешь вообще со всех точек зрения действительно какую-то готовность мудро человеческую футбольную тебе 22 года ощущаешь что себя честно насколько ты думал над тем что может быть ты уже там настолько пережил там заботился о братьях вы в хорватии был и там и там и может быть ты ощущаешься взрослее до сто процентов ощущаю потому что посмотрел как как это тяжело и марка николич присоединился нас к интервью добрый вечер марка готова готова оценить виталий соковича знаю знаю нас это торопит завершить интервью совсем скоро ужин насколько ты ощущаешь по возрасту по возрасту не не надо деды меня записывать на 22 сто процентов на свои даже моложе в плане футбола не знаю ну сто процентов старше не знаю почему говорю тяжело было когда в хорватии пострел как это тяжело я вырос типа флани футбола и плане всего и сейчас локомотиве ну 22 сейчас мне скоро будет 23 надо что-то оставьте рну какую-то историю чтобы не знаю моя дочь там окей будущее может сын и там все равно что знаешь вся семья гордилась мной что не просто так друзья которые помогали все это временно гордились может они просто так наш как я тебе скажу что раньше бывало в детстве что никто не верил типа что мама папа такие знаешь все плохие ты такой будешь а меня все это злило и знаешь я говорил что сто процентов я буду лучше в тысячу раз чем свои родители я к этому всю жизнь буду стремиться всегда нужно что всегда тебя помнили хорошим человеком сто процентов неважно какой там главное чтобы они всегда знали могли сказать что это хороший человек я его знаю сто процентов типа я за него ручаюсь это самое главное будет если обо мне будут так отзываться не будет там говорить не говорят ну это кто меня не знает что я плохой плохой но главное чтоб мои родные всегда отзывались кого я знаю друзья чтобы отзывались обо мне только хорош я каждый раз хочу обратиться лис поправляйся на виталии или ты к лису на думаю за нами настолько привык что самого детства это было не знаю кто-то сказал просто прощенную фамилии для меня все мне непривычно иногда знаешь там зовут у нас просто еще виталия есть и я иногда могу не отозваться у меня зовут зовут а я мне не мне и потом потом уже понимаю что мне поворачивать да 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 извините я он брать им твоим тоже все время ли слез или просто персональные нет меня а как по-другому типа могут сказать вид просто вид у димы моего он как бы маленьким мы его называем покемон это покемон никогда дима типа паки покемон а рут или просто зовут тоже рут маленькая так сокращенно у тебя очень много татуировок вообще считаешь татуировки то что-то личное поэтому они вопрос нет есть согласен что-то лишь но так у тебя все наружи не могу не спросить ну что-то личное что-то так что-то нравится что-то придумал там знаешь вот на плече у тебя джокер любимый персонаж и до 100 процентов я этот фильм смотрел я не пересчитать сколько раз это один из самых любимых моих фильмах где хит леджер да да это шикарно если он за эту оскар получил если вы это стоп но я это для меня это идеально просто фильм я могу смотреть и смотреть и смотрите вообще фильмы в плане фантастики там это всего люблю тоже но когда что-то смотрят особенно пересматривают ты все находишь не хочешь а в каком-то персонажа видишь себя не знаю у меня всего случаях здесь всегда во время просмотра сериала этом точно ладусь на такой мысли я не нет не просто фильм нравится хорошо ты не жёг может быть может быть ты кстати прав где-то что да возможно я сейчас задумался может быть но это это все бы это какая-то не знаю противопоставление какая-то индивидуальность такая но и на футбол да ты проецируешь больше по жизни по жизни смотри ну там знаешь там шоу-то у него никого не слушал я тоже знаешь у него должен быть свой путь все он как нацелился на это так и я по жизни типа у меня есть свой путь и все я пойду у меня никто вообще не переубедить никогда в жизни никогда если я вот если я прав типа все ну как меня переубедить если я прав если я не прав тогда это уже другого кто кто оценивает свою правоту ты же сам да и я вот всегда буду стоять на своей правоте сто процентов до конца знаешь как бывает типа ты там споришь 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 потом отойдешь две минуты такой ага точно было по-другому я всегда вернусь и извиню сто процентов скажу извини я вспомнил нет я не прав за справедливость до сто процентов я много раз так было я не смогу типа если я не прав такой и пошел типа я всегда вернусь скажу типа я согласен я не правда этого требуешь и от даже даже да так воспитывать надо всех я считаю правду говорить всегда и воспитывает всех дома до черлаку и иди воспитаю условно вот что чарли все равно надо найти какой-то знаешь подход поговорить так наш иногда у нас тоже бывает он не может там что-то сказать но потом перерыве мы типа поговорим а да да я думал так а ты думал так все значит где-то надо найти середине чтобы мы друг друга чувствовали то нет такого что капитан напихал молодой промолчал нет он не пихает он может напихать без проблем каждый человек может напихать он имеет право на это капитан типа он опытный он должен те но потом в перерыве у нас нет дальше типа такого я подвожу скажу не типа чарли я думал типа так или там образно кому-то бар и я думал так и давай это и знаешь найти что-то общее то есть если ты не прав все к вопросу о правоте я переношусь в семью есть это не прав придешь к жене к паренью скажи извинение правда здесь 100 процентов вот у нее такого нет она может все равно на своем стоять стоять я скажу все равно типа нет ну учить учиться учиться учимся уже сто процентов что 22 года мы еще молодые вся жизнь впереди таком-то и дело то есть если почитать твою биографию как как каким-то был каким-то стал успел завести семью ребенка и так далее кажется что вот в несколько лет уместил такой десятилетнюю личностную трансформацию большинства людей на согласен расскажи соответственно так как полина действительно но очень важная фигура в своей жизни именно в становлении тебя каким мы тебя видим в том числе на футбольном поле историю любви не хочешь рассказать историю но честно я первый раз дает вопрос не знаю с локомотива но тут интересно и жили представляешь маленький город я не знал вообще и и до 15 лет я учился в одной школе я просто там было меня в солигорске там были какие-то то ли на полгода меня домой там отправили то ли что как-то это нами досмотр наверное не успела там пройти или что ты знаешь меня отправили домой ну не помню я как было я пришел в школу и там с не познакомился в классе привет привет ты отсюда я задаю вопрос она да где живешь там а живем можно сказать близко про город маленький я говорю первый раз ты уже и фамилию и все знаешь и так и так я побыл в одном классе поучился с ней и ушел ушел в солигорск нам потом хорватии и потом через два по моему или три года где-то пять гаджета вот этой смс очки инстаграм это и мы так списались пойдем в кино пойдем без проблем все так пошло пошло завертелось и горел все характер был одинаковый одинаковый характер сто процентов из-за этого зацепила 100 процентов и меня ее и мы начали фильмы там ну как всегда обычно это романтика и все начали вместе учитывая твой характер какую-то не знаю там ощущение свободы которые ты всячески ретранслируешь а тут отношения ты не думал что ты же ты же бунтарь какие-то же нет всю жизнь я думал я наш не знаю как мысли материальные я всю жизнь думал что я стану папой сто процентов двадцать день я вообще хотел мечтал быть молодым отцом чтоб допустим там те что ты просто мог в 35 и твоему ребенку образно 15 тысяч не мог делать просто когда ты себя хорошо чувству не когда ты дедушка побегать попрыгать там не знаю она там чем-то занимается с ней туда сходи там не знаю танцы потанцевать ну что-то такое чтоб ты не был дедушками ставим на я все время к этому шел что у меня просто тоже отец помню нет 19 тоже стал что-то и мама 18 так и знаешь я все вы к этому шелти ну это наверно судьба моя сто процентов это мысли искал значит нашел вот пожалуйста ну кстати все так я я никогда в жизни не пожалею что я как-то там стал быстро отцом там женился там и все такое никогда в жизни это и это даже эти эмоции не передать когда ты отец ни одним словом это я даже не могу сказать это просто это великолепно ты просыпаешься когда ты тебя долго нет и ты приходишь домой и к тебе ребенок бежит он тебя любит вообще ты ее любишь знаешь это совсем я вообще не могу передать я скучаю всегда там знаешь хочу домой быстрее что дочь у меня очень любит я люблю папа там папа со мной можно весело знаешь как с отцами там с мамой ты так не поиграешь там где-то и бросать там покатать тяну сил у нас больше мы физически как-то сильнее чем женщин я вообще конечно в шоке как можно родить этому все и как тяжело это типа я иногда могу там сказать полинете почему-то типа устаешь как ты можешь уставать ты дома не могу потренироваться мне мы не понимаем этого а я иногда могу сесть я и не то никогда не скажу тебя да да я понимаю как это это просто это может физически то нет но здесь это это просто анекдот есть значит только только рожающая женщина может познать страдания мужчины с температур 30 то есть даже после самого отвратительного матча улыбка оливии все равно перекрывает вообще не я вообще в принципе такое знаю что выиграли проиграли я так знаешь типа эмоции есть но я все равно как-то стремлюсь что когда следующая игра когда следующая игра так наш я хочу быстрее чтобы это игра ощущение эти то совсем не то когда ты тренируешься когда игра все это уже все это уже на кон что-то что-то стоит уже и совсем по-другому ну не знаю как то в плане у меня я так думаю так не знаю в голове так заложено что я так если игра всего 300 процентов типа надо забить надо забить надо забить надо забить надо выиграть и тут 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 у меня два вопроса осталось первый тебе традиционный для для окончания интервью как какие планы на оставшую часть сезона как для себя так и для команды насколько можно положение исправить можешь ли ты стать основным нападающим полноценным как ты считаешь ставишь ли такую задачу перед собой мы в таком положении все знаем знаешь не знаю сейчас и сборы работаем тяжело конечно но надо там не знаю сколько сколько игр 12-14 11 1 и кубок вот и сто процентов обязательно кубок сто процентов то даже и обязательно в тройку сто процентов но это все игры надо выиграть мы сейчас работаем над этим чтобы просто выйти и надо всех выигрывать а в плане вам нападающих все равно все зависит от меня теперь никто не не осудит а мне поставить допустим если ты будешь забивать все зависит от тебя тебе 20 минут дали пожалуйста на тебе сделай что-то чтобы твоя команда выиграла поставили в основу все он делает так что команда твоя выиграла и так каждый матч каждый матч каждый матч становится лучше выигрывать и тогда мы будем там лидерах дай бог ну а второй вопрос у меня собственно больше не к тебе белорусской смеи почему тебя все называли не управляем психом я так и не понял по итогам интервью обижается может быть что я интервью не даю там знаешь тоже я просто не любитель я всем объясняю что мне это не нравится если тебе не нравится ты не будешь это делать мне сначала честно сказал я пришел ты видишь ты хочешь здесь и заиграть забить и сейчас мы с тобой спать мне все говорили знаешь как ты пришел в клуб и все начинаю тебе давай интервью давай то давай это что о чем говорить ребят я пришел о чем мы будем говорить это важно ты болельщики тебя любят и ждали давайте тогда что-нибудь сделаю а потом я объясню болельщикам хотя бы как кто я и знаешь и хотя бы какой-то вклад вложить чтобы хотя бы они какой-то образ не знаю понимали как то как в пустую просто говорить что я там хочу я там забью 10 а если этого не будет как ты будешь выглядеть типа внутри внутри себя не 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 для озвучка тебя цифра есть да не для озвучки ну да потом признаешь честно я честный человек хорошо договорить посмотрим как будет я все равно жду уже скорее бы начало уже чувствуешь себя готов ну нет еще нет еще две недели и сейчас игр очень много будет но надо 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 сто процентов жду скорее бы надо вернуть команду вернуть на то место на котором должна быть у нас очень хорошая команда